Доброе утро! В эфире новости, которые приближают выходные. Здравствуйте! Напоминаю, что теперь каждую неделю вы можете слушать новости «Дизель утра» на радио «Пятница». И сразу хорошая новость. Президент Европарламента заявил, что Европейский Союз не устал от Украины. Он устал от украинских политиков. Кабинет министров запретил чиновникам критиковать власть. Теперь в кабинетах многих госучреждений целый день тишина. Пработники попросту не знают, о чем говорить. Кстати, после этого запрета чиновники стали намного меньше материться. Была обнародована заработная плата спикера Верховной Рады. Господин Гройсман на своей должности получает чуть больше 6 тысяч гривен. Осталось дождаться отчета о том, как прожить в Украине на эти 6 тысяч гривен. Да. Виктор Янукович через своего адвоката заявил, что намерен вернуться в Украину. И не просто вернуться, а на должность президента страны. После этого заявления становится ясно, что Януковичу нужен уже не адвокат, а квалифицированный психиатр. Олег Лешко, находясь на украинской неделе в Европарламенте в Грюсселе, пообедал с шашлыком. Подождите. Губернатор Одесской области грузин, кваланец полиции грузинка, в Европарламенте на украинской неделе готовят шашлык. Кого мы обманываем? Мы скорее в Грузию вступим, чем в Евросоюз. Гаумарджос, закартвелос. Правительство позарилось на святая святых. С 1 марта выросли цены на алкоголь. Таким образом, если раньше приходилось соображать на троих, то с 1 марта придется на семерых, восьмерых, а элитный алкоголь даже на десятерых. Дорогой алкоголь – это очень плохо. Теперь красивых женщин в Украине станет намного меньше. В Бердянске полиция накрыла три онлайн-порно-студии. Для этого в форно-студию был внедрен один из сотрудников полиции, за действием которого могли наблюдать не только полиция, но и несколько тысяч пользователей в интернете. Кстати, это первый случай, когда присутствовать на задержании попросился лично начальник полиции города. В оккупированном Крыму новорожденным детям вручили повестки в армию. Родители сказали, лучше бы дали место в садике или школе. Сама повестка на 2032 год и родители новорожденных надеются, что к тому времени армии, которая вручает такие подарки на территории Крыма, уже не будет. В Лос-Анджелесе прошла очередная кинопремия «Оскар». Наконец-то красавчик Леонардо Декабрио победил в номинации «Лучшая мужская роль». Ура! Правда, саму статуэтку актер забыл на праздновании в ресторане. Да, актер настолько хорошо отправдывал победу, что наутро можно было снимать вторую часть «Выжившего». В Швейцарии проходит ежегодный международный Женевский автосалон. Всем, кто не сможет попасть на выставку, советуем через пару недель приходить к Верховной Раде, где можно будет увидеть все новинки мировых автоконцернов. А подробнее о Женевском автосалоне в нашей постоянной рубрике «Фотоотчет за неделю». Смотрим. Смотрим. Доброе утро! Украинский автомобильный завод также отправил свою новинку на выставку. Но, к сожалению, она еще не доехала. Скоро 8 марта, и мужчины уже занимают очередь за цветами. Потому что в этот день у женщин мысли только о них. Если денег на цветы не хватает, подарите себя. В Украине резко подешевели яйца. Холостяки ликуют. Если и дальше так пойдет, яйца вытеснят с пилавков дорогое мясо. В стране увеличилось количество автомобильных краж. Позаботьтесь о безопасности вашей машины. В Киеве собираются снести все дешевые парикмахерские. Это был папа с тремя сыновьями. На этой неделе Кабмин назвал размер прожиточного минимума для украинцев. Более подробно об этой новости в нашей рубрике «Очевидец». Народная мудрость. Прожиточный минимум придумали те, кто живет на прожиточный максимум. На этой неделе Кабмин решил пересмотреть потребительскую корзину, точнее корзинку украинца. У нас в гостях Евгений Экономный, который расскажет, как прожить на минимальный прожиточный минимум в Украине, который составляет, внимание, 1611 гривен. Добрый день, Евгений! Извините, а мне сказали, что меня тут покормят. Это правда? Да, да, но несколько позже. Итак, расскажите нам, как можно прожить на 1611 гривен? А вы разве сами не понимаете, что никак? Подождите, но у вас же это как-то получается? Тогда сразу хочу вас поправить. Не прожить, а выжить. И там 1611 гривен и 48 копеек. Да, да, действительно, спасибо большое. То есть, в принципе, теоретически прожить можно. Простите, выжить. Можно, но недолго. Устанавливая такой прожиточный минимум, такое ощущение, что они хотят оставить в стране минимум жителей. А можете более подробно рассказать, как вы живете, точнее, выживаете? Выживаю я в землянке. Это очень разумное решение. Сразу экономия на коммунальных, правильно? Если бы у меня дома ни одной трубы, ни одного кабеля, а счета все равно приходят. А как они вас находят? Я сам в шоке. Ни таблички на дверях, ни номер улицы. У меня даже прописки нет. Подожди, а как вы тогда питаетесь? На продукты хоть хватает денег? Терпимо. Вчера жена даже плов готовила. О, ну плов это... Да, там по рецепту чайная ложка риса и 20 грамм свинины. Мы пока готовили, всей семьей так нанюхались. Нанюхались. А поесть что, так и не удалось? Нет, мы отвлеклись на секунду, и собачка все съела. У вас еще есть пес? Пока есть. Продолжим. Правительство выделило на услуги культуры 11 гривен. И 63 копейки. Да, совершенно верно. И 63 копейки. Как вы думаете, на какое мероприятие можно сходить на 11 гривен 63 копейки? В баню за бабами поподглядывать. Простите, а зачем 11 гривен 63 копейки? Ну, до баниш еще доехать нужно. А, действительно, вы правы. Ну, а кроме бани куда-то сходить можно? За такие деньги можно сходить только на одно мероприятие из трех букв. И это не КВН. Это даже не мероприятие, а так, направление. Хорошо. А какие-то плюсы в этом всем есть? Конечно. В туалет стал реже ходить. Три дня вообще не хожу. А вообще хочу сказать правительству нашему спасибо. За что? Прожиточный минимум – это программа по оздоровлению. На алкоголь не хватает, на сигареты тем более. Лекарства тоже не купишь. Чаще ходить пешком стал. Сначала становишься вегетарианцем, потом сыроедом, а потом вообще занимаешься лечебным голоданием. Спасибо вам. Представляете, как хорошо. Ты оздоравливаешься, а государство тебе за это еще и доплачивает. У нас в гостях был Евгений Экономный. Единственный человек в Украине, который может выжить на прожиточный минимум. Все, несите еду, быстрее. Еда, еда, еда. Давайте по чуть-чуть. Один кусочек сахара пока. Сахар, у вас есть сахар? Да. Вы богатый канал. Продолжим. Ученые заявляют, что через 35 лет на Земле может закончиться еда. Виной всему рост населения, а также то, что 31% пищевой продукции человек, не доедая, выбрасывает. Что ты так на меня смотришь? Ничего. Просто по мне видно, что я еду не выбрасываю. Я ее доедаю. А вот из-за таких, как ты, таких, как мы, через 35 лет нечего будет есть. Хотя нет. Егор, чего ты так на меня смотришь? Ничего. Просто через 35 лет, такие, как мы, начнут есть таких, как вы. В Калифорнии впервые автомобиль, управляемый искусственным интеллектом, спровоцировал ДТП И если в Калифорнии это первый случай с беспилотным автомобилем, то в Украине это уже обыденность К примеру, совсем недавно беспилотный автомобиль прокурора города врезался в дерево А бывало, что и беспилотный внедорожник главы апелляционного суда кого-то собьет Обыденность На этой неделе прошел Всемирный день котов Четвероногие праздновали с размахом Больше смешного видео в нашей следующей рубрике Да Началась весна, и свое тело нужно приводить в порядок Поэтому все в спортзал Там, кстати, можно одновременно и заниматься, и развлекаться Если девушке дома не хватает острых ощущений, она ищет их в спортзале Всегда реально оценивайте свои силы Проще говоря, не выделывайтесь Некоторые мужчины готовятся к весне слегка своеобразно Пресс они тоже качают достаточно оригинально У женщин тоже есть свои фирменные упражнения Например, это называется «после клуба» И главное В спортзале не забывайте о технике безопасности До встречи через неделю Крепкого вам здоровья Ты че скисла? Да хочу вечером с подружками в кино сходить, а парень не отпускает Так сегодня же вечером премьера дизель-шоу И? Ну че и? Скажи, что прямой эфир Тебе надо на концерт, а билетов для него, к сожалению, нет Думаешь, он поверит? А че, я вам своей жене сказал Пожалуйста, сегодня вечером иду с пацанами в баньке смотреть будем Блин Она же сейчас нас смотрит А я лучше правду скажу Дорогие друзья, доброго вечера и приятного просмотра Смотрите, как и мы всей семьей дома Премьерный выпуск дизель-шоу в 21.20 На Айси ТВ Да Попалился Не смешно Айси ТВ